МГНОВЕНИЕ 20-го века 1939 год Вторая мировая война Вторжение в Польшу Варшава, конец лета Идиллия перед катастрофой По Варшавскому радио передают фортепианный концерт Владислав Спилман, пианист У нас был чудесный стейнвей Огромный фантастический инструмент Я исполнял концерт Вдруг до меня донесся звук взрывов Я подумал, это, наверное, изображает военные действия К сожалению, это была настоящая война С запада доносились звуки боя Вермахт напал на Польшу Владислав Барташевский, публицист До этого, за несколько дней, недель Мы внимательно следили за угрозами Гитлера И писали об этом в прессе Гитлеру была нужна война Безумная теория восточных территорий Он заявляет командующим вермахта Нашей целью является уничтожение живой силы Даже если война начнется на Западе Уничтожение Польши наша первоочередная задача Необходимо действовать жестокостью Власть принадлежит более сильной стране Задача министра иностранных дел Гитлера Обеспечить уничтожение Польши Договор о ненападении со Сталином Своим вечным врагом Этот договор потряс Запад Фрэнк Робертс, министр иностранных дел Великобритании Мы понятия не имели, что Риббентроп едет в Москву Мы знали, что между ними были контакты Но они такие важные, по крайней мере, на более низком уровне Сталин хочет получить свою долю аннексированных земель Гитлеру развязывают руки для вторжения в Польшу В ночь перед наступлением солдаты СС, переодетые в польскую военную форму Имитируют захват немецкой радиостанции в Гляйвице Это используют как предлог для агрессии Внимание, внимание, говорит польская повстанческая станция Польша первой нанесла сегодня ночью удар по нашей территории Мы вынуждены нанести ответный удар силой нашего оружия Шлезвиг Гольдштейн открывает огонь на Вестерплате перед Данцигом Военные действия без объявления войны Немецкие ударные силы вторгаются в страну То же самое происходит во многих других местах Пересечение границ организовано в целях пропаганды Вернер Тим, бывший солдат Как солдаты пропагандистской роты Мы должны были сломать шлагбаум Он был практически распилен Мы изображали, что нам стоит больших трудов Разломать шлагбаум на две части Переход границы имел последствия Гитлер недооценил Запад Великобритания и Франция встали на сторону своего союзника 3 сентября переводчик Гитлера Пауль Шмидт Вручает ему документ об объявлении войны Великобритании На Нюрнбергском процессе он вспоминает Гитлер уставился перед собой И в его взгляде читалась озабоченность Затем тишину прервал его агрессивный вопрос Адресованный министру иностранных дел Что нам теперь делать? В тот же самый день Франция вслед за Великобританией Также объявляет войну И все же никто не критикует Блицкри и Гитлера Жертвой которой стала Польша Вооружение Второй мировой войны против вооружения Первой мировой войны Рихард Зысик Что может сделать кавалерия против танков? Против немецких пулеметов и пушек у нас не было никаких шансов У немцев все было отлично организовано Немецких солдат отправляли на фронт в грузовиках А мы все шли пешком Наконец вермахт может воевать так, как им хочется Летчик-истребители сознательно уничтожает еврейские поселения Под прикрытием войны начинается террор против гражданского населения Поляки могут уцелеть, только став рабами Владимир Риклэйтис очевидец событий Мы видели, что арестовывали мирных людей Их вели по улицам под экраны полицейских и даже солдат А это мог сделать только вермахт Линия фронта все приближается Вскоре гитлеровские войска подходят к Варшаве Вернер Тим, бывший солдат Мы не сомневались, что у Польши силы кончатся очень скоро Затем началось новое наступление На восток Сталин участвует в дележе добычи Победители встречаются в Брест-Литовске Участников сплачивает совместная грабительская компания Ганс фон Хервард, дипломат Мы выпили за германо-советское военное братство И сказали, мы надеемся, что Британия и Франция тоже скоро падут 25 сентября Наступление на Варшаву В присутствии высшего военного командования по польской столице Ведут огонь более тысячи артиллерийских орудий 400 немецких самолетов сбрасывает бомбы на город Такой массированной воздушной атаки еще не было в истории Владислав Барташевский Вдруг появились штуки Бомбы, пулеметный огонь, трупы и улетели Варшавский ад Дурное предзнаменование всей войны Мой друг стоял у окна и слушал, как я играю Шопена Я ему сказал, чтобы он отошел от окна Он ответил, что если бомба упадет То все равно здесь стоять или там И вдруг взрыв Фортепиано замолчало Варшава в руинах Но настоящий ад начался после этого Гитлер поработил весь народ Для гитлеровских солдат вторжение закончено Но война только начинается Война, которая покажет Что могут делать люди с такими же людьми То, что началось в Варшаве Продолжилось в Гамбурге Дрездене И Берлине Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова